Власть предпринимает срочные меры по решению проблемы сиротства. 28 декабря Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. И теперь решение проблем детей, сирот и усыновления стало приоритетом государства. Ну, собственно, на эту тему мы и говорим. Сегодня у нас в гостях министр социально-демографической и семейной политики, выучила и опять забыла. Это Марина Антимонова и заместитель министра образования и науки Владимир Классен. Добрый вечер, дорогие друзья. Вообще существует громоздкая система учреждений разных видов и разного подчинения. Это дома ребенка, детские дома, школы, интернаты, социально-реабилитационные центры, все они работают с сиротами. Существует несколько министерств, которые курируют непосредственно эти вопросы. Скажите, пожалуйста, почему вот так все сложно? Вы знаете, это сложно только непосвященному человеку, который не работал в этой системе или не приходилось сталкиваться. На самом деле система четкая, понятная и отлаженная. Мы отличаемся от Российской Федерации, наверное, только тем, что у нас набор учреждений тот же, но в Самарской области с 91-го года выделена самостоятельная, ну, мы ее называем служба семьи. Эта структура по-разному называлась. Когда-то это был комитет по делам семьи и демографии, когда-то это был департамент, потом было самостоятельное министерство. Теперь эта структура входит в состав Министерства социально-демографической и семейной политики. И вот здесь мы отличаемся как раз тем, что у нас на очень хорошем уровне развита сеть учреждений, которая работает в этой системе. И учреждения эти, они, те, которые вы назвали, они имеют просто каждый свой профиль в направлении деятельности. Они заточены под определенные категории детей. Поэтому их вот такое количество. Почему я сказала непонятное нагромождение? Когда человек слышит слово «сирота», он понимает, что сирота живет в детском доме. Что такое дом ребенка, что такое школа-интернат, это на самом деле, как вы правильно сказали, непосвященному, непонятно. Ну, может быть, и не надо, не знаю. Но вопрос, собственно, вот в чем. Дом ребенка – это учреждение, где ребенок до 4 лет живет. После этого его отправляют, ну, условно говоря, в детский дом. И для него снова начинается очередная ступень привыкания, адаптации и так далее, и так далее. После этого он может уйти в школу-интернат, он может уйти в училище даже в детском доме до 16 лет и так далее. Вот, не знаю, всем задаю этот вопрос, кто на него сможет вообще ответить. Ну, а почему нельзя создать учреждение, где бы ребенок, ну, если уже он не ушел в семью до достижения совершеннолетия, вот, жил бы и жил, ну, почему несколько раз в течение его жизни нужно менять ему окружающих людей? Здесь вот как раз сложная система. Дело в том, что, я так понимаю, что эта система была создана много-много лет назад. Да, конечно. Еще в советские времена, и подход был, логика была, видимо, исходила из потребностей ребенка. Дело в том, что в младших возрастах, то, о чем вы говорите, от 0 до 4 лет, дети в большей степени нуждаются не в образовательном процессе, а они растут, часто болеют, и они нуждаются, такая была раньше логика, и они в большей степени нуждались в медицинском уходе. Даже не в медицинской помощи, а именно в уходе. Поэтому дома ребенка, они вообще по номенклатуре учреждения считаются учреждениями здравоохранения. А вот потом, когда должен начаться подготовительный период к школе, нужно дошкольное образование, они переходят в образовательное учреждение. Но это мы сейчас с вами пытаемся пояснить логику руководителей страны и руководителей этих направлений еще в советских времен. Видимо, вот так. В нашем ведении находятся все учреждения для детей-сирот, где реализуется образовательная программа. Они по статусу образовательное учреждение. Это относится к ведению Министерства образования. Марина Юрьевна здесь говорит о том, что мы отличаемся от Российской Федерации. В подавляющем большинстве субъектов вообще вся система опеки и попечительства находится в ведении Министерства образования. Но на практике мы прекрасно понимаем, что это совершенно отдельный вид деятельности. Потому что система образования заинтересована в реализации образовательных программ, в формировании каких-то компетенций у ребенка и так далее. Речь идет о том, чтобы найти ему все-таки форму жизнеустройства, желательно семью приемную. И этим нужно заниматься целенаправленно. Специально. И это, наверное, деятельность по отношению к этим конкретным детям должна быть ведущей, приоритетной. И я считаю, что у нас совершенно оправданные эти функции разведены. Ну и совместные... У нас проблем нет. Совместные вопросы мы решаем. По сути, все эти учреждения являются учреждениями, которые входят в систему профилактики сиротства, детской безнадорности и правонарушений. Это мы работаем на уровне межведомственных отношений, достаточно четко, тесно и дружно. И каждый выполняет свою роль и задачу. А вот, чтобы окончательно понять, мы работаем эффективнее, получается, нежели структура, выстроенная в других регионах? По оценкам, например, нашего федерального министерства и коллег из других регионов, у нас система эффективная. Ну, мы можем... Я могу сказать о том, что вот сейчас в стадии утверждения находится новый проект закона о социальном сопровождении, о социальной защите населения. И гадают люди, что же такое социальное сопровождение, как это правильно сформулировать, что это такое должно быть. Я должна сказать, что у нас на примере как раз службы семьи можно говорить о том, что мы не просто теоретически представляем, что такое. Мы осуществляем социальное сопровождение на протяжении уже с 91-го года всех семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. А сегодня мы говорим о детях-сиротах, соответственно, детей-сирот. То есть речь идет о том, что, по сути, если нет системы выстроенных учреждений, если нет подготовленных специалистов, если нет команды обученных специалистов разных направлений, то кто должен заниматься ребенком неблагополучным, кто должен заниматься семьей, которая попала в трудную жизненную семью, конкретно кто? Образование у них другие задачи. Сейчас к системе образования очень высокие требования именно по получению образования, по уровню компетенции, навыков, знаний и так далее. Социальная защита традиционная, которая у нас всегда была, тоже другие задачи, по другой заточены. Поэтому и были созданы первичное звено. Это центр семья, который, по сути своей, является социальной поликлиникой, который знает обо всех семьях на той территории, где работает этот центр семья, которые нуждаются в особой поддержке и заботе государства. И выявляет трудные жизненные ситуации. И это позволяет видеть и заранее знать, какой ребенок потенциально может остаться без семьи. И начать с ним работать не тогда, когда он уже пошел на улицу, начал воровать, когда он совершил правонарушение, а намного раньше. И для этого следующий этап, если родители находятся в трудной жизненной ситуации, если случился запой у родителей, и нужно время, чтобы они остановились, пролечились, одумались, в других регионах, там, где мало этих учреждений, они на улице, эти дети. Мы их изымаем временно, помещаем в реабилитационный центр, где он может находиться до шести месяцев. Предлагаем родителям порешать свои проблемы, помощь им даем социального педагога, психолога, помогаем идти в службу занятий и так далее. В это время ребенок реабилитируется, с ним работают тоже психологи и педагоги. Есть шанс вернуть это в ребенка обратную семью. А могли бы эффективность как-то в процентном соотношении таких мер назвать? Конечно. Значит, у нас за время существования 85% детей, которые попадают в социально-реабилитационные центры, а, например, в прошлом году 2,5 тысячи через них прошло, 85% возвращаются в родную семью. Это очень весомая цифра, конечно же. Это тот же самый подход, когда мы говорим о жизнеустройстве тех, которые уже остались в обеспечении родителей. То же самое. Но невозможно выйти на улицу и сказать, возьмите кто-нибудь ребенка, этим нужно заниматься специально. Конечно же. Город С, вы смотрите. Если вас волнует проблема сиротства, мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Звоните к нам в студию. Сегодня у нас в гостях министр социально-демографической семейной политики Марина Антимонова и заместитель министра образования и науки Самарской области Владимир Классен. Еще раз напоминаю, 202.11.22. Ну, давайте все-таки расскажем, не знаю даже кому адресовать вопрос, какова сиротская картина Самарской области, что у нас? Ну, это больше все-таки моя, наверное, тема. У нас 11 тысяч детей, сирот и детей, оставшихся в обеспечении родителей. И, наверное, тут важна структура, как мы их устроили, этих детей. Вот это принципиальная разница с другими регионами. У нас менее тысячи детей, которые находятся в сиротских образовательных учреждениях. В 806 на сегодняшний. В 806 на сегодняшний уже уточненная цифра. Из 11 тысяч детей и сирот. В 806, еще раз, это мы говорим о детях школьного возраста. Ну да, в образовательных учреждениях. А в образовательных учреждениях. Но дома ребенка, у нас их всего три, там тоже немного, и с ними процесс еще идет. Дети дошкольного возраста и младших классов, у них есть шанс попасть в семью. Мы с ними не останавливаем работу. Помещение его в дом ребенка, это не значит, что мы отказались от того, чтобы его поместить в семью. Ну, конечно. Мы занимаемся. Поэтому, вот представьте, из 11 тысяч, только вот, ну, менее тысячи, уже по которым статус определенный, они остались в сиротском учреждении. По всем остальным работа продолжается, и большинство из них, 4,5 тысячи, находятся под опекой родственников, 3,5 тысячи в приемных семьях. Где-то около тысячи мы, как правило, передаем на усыновление. По остальным идет работа, а не в революционных центрах. Вот мы очень много сейчас на уровне государства, так случилось, все заговорили на эту тему, стараются каким-то образом ее решить. На самом деле, решить проблему сиротства еще ни одному государству не удалось. Но, вот, например, есть такое государство, как Израиль, там есть дети, сироты, 112 человек на 6 миллионов населения. Вот, у нас экспертные оценки различаются. Я смотрела по России, там, что-то называют от 600 тысяч до миллиона. Не знаю, собственно, каким цифрам верить, но тем не менее. Но ведь главное, мне кажется, вот сейчас в этой работе, которая зазвучала и, дай бог, началась, не создать лишних проблем, и самое, наверное, главное, это вот то, что называют борьбой с сиротством. Вот, как вы считаете, насколько эффективно вообще можно порешать эту проблему именно на уровне Самарской области? Ну, вот то, о чем я сказала, она и решается достаточно эффективно. И мы считаем, что есть еще ресурс. Профилактика, в первую очередь. Есть еще ресурс. Нужно вовремя выявить семью, которая нуждается в посторонней поддержке, она может быть разной совершенно. Нужно оказать ей эту поддержку и постараться приложить все усилия для того, чтобы сохранилась семья, и ребенок остался в семье. И здесь участвуют, по сути, все, кто задействованы в этой системе. И учреждения образования, и здравоохранения, и социальной защиты, и службы семьи, и органы внутренних дел, все задействованы. И всегда есть резерв и ресурс. Всегда есть резерв и ресурс, и всегда нужно над этим работать каждый день, каждый час, каждый год. Дело в том, что тот контингент, который у нас сейчас в наших образовательных учреждениях для детей и сирот, в значительной степени состоит, к сожалению, из сирот социальных. То есть биологические родители, они живы, они есть, но лишены родительских прав, например. Это там, где не сумели вовремя отреагировать и принять достаточное количество профилактических мер в достаточном объеме. И вся эта система, конечно, всю свою эффективность, она проявляет только за счет профилактики очень серьезной, такого мощного межведомственного взаимодействия. Я считаю, что вот в процентном отношении, и самое главное, я говорю, это единственная наша сфера в системе образования, или единственный вид образовательных учреждений, где мы радуемся снижению контингента. Причем неуклонным на протяжении последних лет. Вы знаете, я хотела бы еще такой пример провести, если говорить о том, чтобы, как работать, с кем работать. У нас есть такие причины, категория деток, которые остались в обеспечении родителей, это те, от которых отказались в родильном доме мамочки. Хотела, конечно, поговорить с вами на этой теме. Особая категория, и если бы некому было заниматься и помогать им решать их проблемы, участвовать в их судьбе, то 100% они бы все отказывались. Сейчас удается из года в год потихонечку, понемногу, но снижать количество детей, которые безвозвратно ушли от таких мам, которые окончательно отказались. Мы даем им возможность подумать, мы даем им возможность поместить деток временно в учреждение государственное. Мы обязательно, социальный педагог приходит в ее семью, выясняет причину. И если там есть так называемый реабилитационный потенциал, если там не все потеряно, если там семья относительно благополучная, но есть просто какие-то проблемы, чаще всего бывает непонимание старшего поколения, молодая девочка без мужа, родители не принимают и не хотят, чтобы она вне брака родила ребенка и привела его в семью. Такие проблемы очень часто удается решить, им просто нужно помочь. Марина Юрьевна, а очень часто это вот что все-таки вы имеете в виду? Ну, у нас количество, я уже сказала, у нас вот в прошлом году, если в позапрошлом году около 138 таких детей было, то в прошлом году 106-102 вот так ребенка, которые уже безвозвратно ушли из семьи, из отказных. То есть понемногу, постепенно уменьшается. Вы знаете, вот в связи с этим еще вопрос от зрителей сегодня звонили днем. Не знаю, насколько достоверная информация по поводу того, что ребенок оставленный в родильном доме до получения официального статуса лишенного родительской опеки находится не на чьем попечении. Нет, так не бывает. Так не бывает. Законодательство наше эти вопросы регламентирует следующим образом. Вот если ребенок остался без печени родителей, то законным его представителем является руководитель того учреждения, где он находится. Просто в Самарской области, грубо говоря, у нас эти дети не зависают в тех учреждениях, где они не должны быть. У нас не бывает такого, чтобы ребенок задерживался долго в медицинском, например, они же в отделении для новорожденных после родов находятся. Так вот, там они у нас находятся, только тот период, который показан для того, чтобы снять все медицинские противопоказания. Если ребенок болен, проще говоря, то он находится в медицинском учреждении. Как только сняты все диагнозы, он вылечен, он сразу переводится в дом ребенка или в центр усыновления, в зависимости от того, как распределится поток. Сразу же. Поэтому всегда есть те юридические лица и конкретные люди, которые отвечают. Нет того периода у ребенка, когда он ничей, совершенно о нем никто не заботится. Хорошо. Безусловно, важнейшая, наверное, составляющая, о чем мы говорим, это профилактика сиротства. Но еще, конечно же, очень важна и поддержка приемных семей. Вот сейчас тоже пытаются менять законодательство в этой области. Кстати, в Самаре появилась первая приемная семья, что очень приятно. Скажите, пожалуйста, насколько вот возможно, есть какие-то вещи, которые трактуются на федеральном уровне, федеральными законами. Насколько мы можем на уровне отдельно взятой области поддерживать приемную семью? Значит, давайте сначала начнем. В Самарской области первая приемная семья появилась в 1996 году. Сразу же, в тот год, когда был принят новый семейный кодекс, в котором появилась глава, и законодательно было дано определение, что это такое. То есть была создана юридическая основа для этого. Сразу же, как только вышел закон, была создана первая приемная семья. И у нас уже более 6 тысяч детей за это время, ну, если можно так сказать, прошли через приемные семьи. Полторы тысячи из них достигли возраста совершеннолетия. И отношения со своими приемными родителями все они поддерживают. А вот, собственно, вот эта активность, с которой мы сразу взялись за это направление работы, это тоже мы вот, федералы еще пока занимались, другие регионы раздумывали, а мы сразу вот начали работать в этом направлении, это тоже наша особенность. Когда был принят закон, по сути, никаких пособий и выплат, они были минимальные, соответствовали размеру пособий по опеке, это были очень небольшие средства. В Самарской области сразу же была разработана система мер поддержки этих семей. И она была разработана, начиная с того, что уже тогда осуществлялся подбор кандидатов в приемные родители, подбор детей, которые могли бы быть помещены, работа над их психологической совместимостью, проработка всех документов. Вот это все уже тогда, в 90-е годы началось. И сейчас законодатели только вот в прошлом году установили, например, о том, что нужно готовить приемных родителей. Школа приемных родителей, так же у нас ведь, по-моему, в Самаре первая появилась. Конечно, по сути, у нас в Самаре это работает, и начинали, кстати, первые приемные семьи у нас появились в сельских районах. А потом уже присоединились, ну, городские жители, они поосторожнее относятся к таким вещам. Меры поддержки. У нас установлен размер пособия. У нас получают вознаграждение родителей, это считается работой. Это работа, да, они, условно говоря, зарплаты. И у нас получают, так же семья получает пособия на содержание ребенка. Это размеры, которые установлены в Самарской области. И сейчас они как раз, кстати, в соответствии с новым законодательством, с новым указом, они будут пересматриваться, новые коэффициенты будут применяться. Мы уже будем выполнять, в том числе и федеральные. Марина Юрьевна, ну, на самом деле, вот государство в 2007 году делало ставку, на увеличение единовременных пособий. Тогда был некий всплеск появления приемных семей по России. Через год он пошел на спад. Это, в общем-то, говорит о том, что только финансово этот вопрос, конечно же, не решить. В никаком случае, конечно. И вообще здесь, мне кажется, есть определенная опасность, увеличивая все время вот эту, условно говоря, зарплату приемных родителей. Ну, зарплатная плата должна соответствовать реальностям, на наш взгляд. Но, с другой стороны, это не должно быть мотивом основным для того, чтобы взять ребенка. Ни в коем случае. И, по сути, работа с приемными, с кандидатами в приемные семьи, и в том числе работа психолога в центре семья, который их тестирует и выясняет, что это за люди, один из вопросов, на которые они должны ответить, Это мотив, для чего детей берут в семью. И большинство семей не из-за денег, конечно, берут. Никакими средствами не окупишь тот труд, который они вкладывают в воспитание чужого ребенка. Это часто и подростки бывают, которым очень трудно найти подход. Поэтому, конечно, большинство наших семей приемных – это люди глубоко порядочные, с высокой общественной ответственностью, и не денежные средства у них основной мотив. Но в то же время хлеб нужно покупать, одежда должна быть, деньги, конечно. Конечно, конечно. То есть, в общем-то, ряд мер нужен не только финансовых, но и... Я слышала, что Дмитрий Медведев в связи со всей этой ситуацией отмечал, что нужно укреплять не только меры поддержки приемных семей, но и навести порядок в детских домах и в домах ребенка. Ну, на самом деле, дома ребенка у нас замечательные, на мой взгляд, поскольку я везде побывала, и там работают прекрасные люди. А что у нас с детскими домами, Владимир Яковлевич? Вообще, как много у нас таких учреждений по области? Во-первых, я уже говорил о том, что это, как правило, основу контингента составляют ребята, так называемые социальные сироты. Во-вторых, это подростковый возраст, по которому либо не получилось, либо что еще хуже. Но у нас есть такие случаи, очень хорошо, что их не так много. Возврат ребенка. Ну, тогда вообще, да, это психологическая травма очень серьезная, и здесь проблемы эти, естественно, существуют. Но работаем. У нас на сегодняшний день таких учреждений в нашей системе осталось всего 8. По ним отдельно принимаем решение. Это касается и заработной платы, и повышения квалификации сотрудников. В прошлом году, когда по поручению президента началось повышение заработной платы для педагогов школ, вот у нас финансисты, они подошли буквально. Школы, это не детские дома, это не школы-интернаты первоначально. Но благодаря энергии тогдашнего министра образования и нашего, и пониманию губернатора, и всех депутатов губернатской думы, это было тут же поправлено. То есть мы этим учреждениям, в общем-то, уделяем приоритетное внимание, и заработную плату удалось на достойном уровне совместно со всеми образовательными учреждениями тоже поднять. Стараемся, конечно, помочь и в плане укрепления материально-технической базы. Есть примеры, когда за счет частного государственного партнерства, вот детский дом единства, например, в Тольятти, да, там более 60 миллионов привлеченных средств, не из бюджета, были направлены на ремонт и укрепление материально-технической базы. Фонды «Радость», фонд «Детские домики», благотворительные организации, всегда откликаются практически все коммерческие структуры, когда мы говорим о проблемах, которые существуют в детских домах. Но для нас проблема в другом. Понимаете, благотворительность, она не должна ограничиваться подарками и коллективными праздниками, фотографированиями счастливых детей с подарками в руках и так далее. Детям не это в основном нужно. Им нужно сопровождение и реальная помощь в обустройстве в жизни. Сейчас у нас стоит вопрос, и мы ищем формы, стараемся распространить лучший опыт постинтернатного сопровождения. Они выходят из интернатов, как правило, они выходят в учреждения профессионального образования. У нас в наших колледжах, училищах, живут в общежитиях, пользуются мерами социальной поддержки. И понятно, что никто не голодает, не бедствует, достаточно серьезные денежные средства мы на это направляем. Но нужен жизненный опыт, например, теми же средствами, как распорядиться. Они не умеют, они не держат в руках денег, они не знают, сколько стоит. Они не знают, что за коммунальные услуги нужно платить. Что, да, получаем жилье, оказывается, за коммунальные услуги. Светленность, не нужно платить, вода тоже не бесплатная. Да, и выданное пособие на месяц, они тратят воде. При недостаточной подготовленности, вот это иждивенчество, оно, конечно, может привести к очень тяжелым последствиям. Находятся мошенники, которые пытаются воспользоваться их инфантильностью в некоторых вопросах, некомпетентности. И вот эти вещи, они для нас являются очень острыми, и на них нужно обращать внимание. Ну, а вот по постинтернатному сопровождению сейчас что-то будет предприниматься новое? Сейчас есть такой, что называется, проект, есть две площадки, на которых мы отрабатываем эти вопросы. Созданы, ну, если можно так назвать, социальные гостиницы, реабилитационные центры, именно по постинтернатной адаптации в городе Новокольске и в городе Чапаевске. Куда такие ребята приезжают, они там живут. Кстати, один из этих центров создан как раз при поддержке фонда «Радость», когда они выиграли грант, как некоммерческая организация, плюс привлекли еще дополнительных спонсоров. И квартира, которая обустроена под проживание там нескольких человек. Есть квартира для девочек, есть квартира для мальчиков. Она обустроена всеми бытовыми принадлежностями, которыми есть в каждой. И это является структурным подразделением нашего учреждения, в штате которого работают специалисты. То есть они там не просто живут и проживают то, что им дается. С ними круглосуточно находится социальный педагог, который их как раз и учит всему. Который их учит стирать белье, пользоваться стиральной машиной. Который хочет готовить еду, пользоваться плитами. Все-таки поранчивается, еще в детском доме это учит. Нет, я абсолютно с вами согласен. Дело в том, что сейчас подавляющее большинство учреждений, ну вот в двух у нас пока это не получается, а в других везде дети проживают в комнатах на 3-4 человека максимум. Есть и двухместные комнаты. И стараются уже такого квартирного типа бокса, отсеки строить, снабжать их тоже всей этой бытовой техникой, учить каким-то вот этим основам и так далее. Но это надо сопровождать. Понимаете, ребенок в семье, это же на протяжении всей жизни. Нельзя вот тут немножко подержать. Курсы, курсы про нем, лекции прочитались. Да, в таких условиях, потом, да, в совершенно другие. Возникают какие-то непредвиденные обстоятельства, которые трудно в лекции предусмотреть. И дети, конечно, должны очень хорошо понимать, куда им обратиться в случае возникновения каких-то проблем. И здесь тоже огромное спасибо и общественным организациям, и вот этим благотворительным фондам. У нас и юридические консультации бесплатные, и различные формы этой юридической, в том числе, помощи. Не говоря уже о вот этих мерах социальной поддержки, да, и о сотрудниках и министерства, и наши работники. Потому что ребенок, понимаете, он все равно, там, где он провел основную часть жизни, он это воспринимает в качестве своей семьи, своего дома. Он туда возвращается. Возвращаются, да. Те же, любой наш детский дом, возьмите, тоже единство. Они, там, он вернулся из армии, он все равно обязательно заедет. Вы на самый яркий пример приводите. Он хочет, нет, но есть детский дом номер один, где масса прекрасных выпускников, и они... Дом-то у них же должен быть, пока не появилась своя семья. Пока своя семья. Да и своя семья появляется, эти корни, они не забываются, да. Это нормально, так должно быть. Ну, я хочу сказать еще о том, что, конечно, наша служба должна во всех этих ситуациях срабатывать, потому что есть органы опеки, есть инспектор по охране прав детства. Я пользуюсь случаем тем, что мы сейчас у вас в гостях, и нас люди смотрят. Просто не нужно забывать о том, что если случилась беда, или вы видите, что она может случиться, нужно обратиться к инспектору по охране прав детства. В центре семья, к социальному педагогу, в школу, или там, где есть педагоги, не оставаться один на один с проблемами. Конечно, обязательно нужно обращаться. Ну, и, кстати говоря, эксперты говорят о том, что без взаимодействия государственных структур с некоммерческими организациями невозможно решить проблему борьбы с сиротством, если ее вообще возможно решить. А вы знаете, вот на мой взгляд, я бы еще шире на это посмотрела и предложила бы рассмотреть эту тему еще шире. Вообще общество должно участвовать в этих проблемах. Вот пользуясь случаем, я как раз и хотела, чтобы мы об этом заговорили. Если бы у нас в тех же селах, куда приехали первые приемные дети, в этом селе эту семью не поддержали бы, у них не получилось. Потому что это очень важно, что скажут соседи, что скажут люди. И в то же время, если кто-то видит, что мама не ночует дома, ребенок брошенный один, ну, должны вмешаться те, кто это увидели, помочь. И, наверное, эта мама лишний раз подумает, если ее осудили вокруг, если ей высказали свое неприятие такого поведения. Наверное, найдутся те мамы, которые по сдержанию себя будут. Да, Марина Юрьевна, ну, вот таким образом наш разговор подходит сегодня к логическому завершению. И, наверное, самый главный тезис из него, проблему нужно решать вместе. Не только государство, но и общество. Спасибо за то, что были с нами. Это был Город Эсс. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин